Мы подходим к тому моменту, когда мы подводим итог всему этому курсу, ставим точки над теми выводами, которые мы делали в течение этих семинарских занятий. И основные главные правила и принципы успешности группы, вот здесь они перечисляются, первое правило это здесь и теперь, такое правило. То, что происходит здесь у нас на группе, остается в нашей группе, и мы здесь и теперь решаем проблемы, которые сейчас они возникли. Вот именно здесь и теперь. Здесь мы решаем эти проблемы, мы их решаем сейчас, и мы их не откладываем в сторону. И не говорим. Так, вот этот вопрос у нас будет по теме, которая будет проходить через 5 недель. Если сейчас вопрос поднялся, значит мы должны его обговорить. Ну конечно, чтобы не выходить за временные рамки, там уже от нас, как члены группы, требуется, ну будем так говорить, понять, каким образом этот вопрос вписывается в те темы, которые поднимаются конкретно на группе. То есть от нас многое зависит. Дальше второй практический принцип успешности в проведении группы. То есть мы как бы все о чем говорили, сейчас вот в эти 7 принципов с вами аккумулируем. Аккумулируем. Открытость. И конечно же она начинается с самого лидера группы. Насколько вы открыты перед группой. Даете ли вы свои ответы на свои же собственные вопросы? Конечно, будет, будут рядом с вами две группы, так сказать, людей. Одна группа людей, которая будет говорить, вы что, разве можно при себе такие вещи рассказывать? Вы же поставлены Богом, так высоко. На такое служение вы ведете людей. И вдруг вы о себе рассказываете, что вы вчера поругались? И вдруг вы так говорите, что вчера вам муж такие слова говорила, вы так говорили? А вот у вас был такой конфликт, как у Макси. Вообще вы можете об этом рассказывать? Не смейте, вы должны быть недосягаемыми. И будет другая группа, которая скажет спасибо вам, что вы открыты. Но опять же, вам выбирайте, понимаете? Спасибо вам за то, что вы... Мы увидели, что у нас проблемы такие же. И мы можем быть тоже открыты. И мы можем быть открыты, и нам за это ничего не произойдет. Мы можем открываться, можем говорить, и это поможет решению. И мы скажем, что вот эти практические принципы успешности группы вывели не мы. Эти принципы вывели многие-многие психологи, которые работают и там, в неверующем мире. Но понимаете, но это те принципы, которые для нас с вами тоже должны быть основополагающими. Это принципы, нацеленные на личность. На то, что в нашей группе мы растим личности. Мы помогаем личностям мыслить как личности, а не как вещи. Следующий принцип. Принцип активности. То есть, каждый человек, по идее, должен участвовать в работе группы. То есть, не быть незрелой ролью. Да, не быть незрелой ролью. Но в этом помогает и игрушка, которую мы пускаем по кругу. В этом помогают и конкретные вопросы, обращенные к конкретному человеку. А вот вечно ты что думаешь по этому поводу? И очень хорошо, если вы, знаете, как, ну, вели такой дневник, может быть, по каждой группе. То есть, вот группа прошла, и вы, вот у вас, ну, примерно прикиньте, вот этот человек сегодня играл у меня такую роль, а вот этот человек вот такую, а вот этот такой. Чтобы уже на следующей группе вы как-то уже, ну, поощряли, может быть, человек, видели его проблему. Какое-то особое, может быть, внимание уделяли тому, кто играл незрелую роль. И наоборот, отдали какие-то полномочия тому, кто уже вырос в дозрелой роли. То есть, конечно, здесь от вас очень многое зависит. А следующее? Следующее – это конфиденциальность. То, что человек открыл на группе, ни в коем случае нельзя выносить на обсуждение, там, церкви. Ну, это правило есть, но оно, к сожалению, очень редко соблюдается. Ну, у нас, вы, наверное, заметили, что мы никогда не называем имен. Если называем имен, то оно вымышленное. Мы иногда можем даже… Если позволяет человек, мы его назовем. Но, как правило, человек не позволяет. Я как раз хотел сказать о том, что если мы понимаем, что должен быть конкретный пример с именем и фамилией, чтобы подтвердить достоверность, то мы сначала спрашиваем разрешение. Можно мы об этом будем рассказывать? Но, как правило, мы не называем ни имен, но можем даже поменять какую-то ситуацию. И мы все время говорим, все иллюстрации, которые мы приводим, мы говорим, а это полувымышленные. То есть, они реальные, но, как правило, в одной ситуации аккумулируется сразу несколько подобных ситуаций. Почему? Потому что ни в коем случае нельзя, чтобы… Нельзя было определить человека, чтобы потом к нему не подошли и сказали, а, это про вас вот там рассказывали, ну как, вас там что, решили проблему? Эти проблемы не только этого человека. Может быть, он вошел, как бы, в эту общую форму, а, может быть, даже он с нами вообще был не знаком. То есть, ну, понимаете, эти примеры, которые мы приводим, они универсальны. Наверное, вы же увидели, что это практически везде они встречаются. И, кстати, сейчас нам подходили и говорили, что откуда вы про нас знаете? Мы про вас узнаем. Ну, как бы человек узнал себя. Он узнал себя в этой ситуации. Но опять мы хотим сказать, не будьте идеалистами, не думайте, что все будут соблюдать секону на ценности. Будьте готовы к тому, что ваша группа не будет в секрете. Потому что таким большим и все, что у вас там говорится, в секрете держаться не будет. Просто будьте к этому готовы и не расстраивайтесь, если это происходит. Ну, мы все люди, мы все грешные. Однажды мы там, ну, причем даже не однажды, а несколько раз, находясь в церкви, мы в служении слышали от священнослужителя в проповеди слова и мысли, которые у нас на группе. Родились. Мы понимали, что он, кроме как, вот с нашей группой, он не мог этого услышать. Потому что это наша жемчужина. И, знаете, когда мы каждый раз слышим, такое двоякое чувство переживает. С одной стороны, на специальность все-таки нарушается. Все-таки кто-то у нас нарушается. Это же мы, на нашей группе у нас это всплыло. А он говорит это как свою музыку. Ну, ладно. Классно, теперь эта жемчужина стала достоянием всех слушателей. Вот, знаете, все время переживает такое двоякое чувство в таких случаях. Ну, иногда бывает очень неприятно, когда нас вызвали и говорят нам... Ну, меня вызвали. Просто ты там, да, был в курсе. Нам смысл такой, что на нашей группе как-то зашел разговор о отношениях мужчины и женщины. Я как-то сказала такую в сердцах фразу. Я сказала, вот я, например, молю Бога, чтобы мои девочки ни в коем случае не влюбились. И тем более не вышли замуж за ДВРовца. Чтобы мои девочки ни в коем случае не влюбились и не вышли замуж за баптистов второго поколения. И вообще за верующего второго поколения. Пусть это будет человек только пришедший. И пусть это будет живой. Верующий живой верующий. Вот это так в сердцах сказала. Тут же, понимаете, прошло нескольких дней, меня вызывают. Ну, Миша пошел со мной как группа поддержки, и, значит, я разговариваю со священнослужителем, он говорит, Надежда, правда, что я вот так вот сказал? Я говорю, правда. Нет, ты на самом деле, так говорю, на самом деле. Не, ну вот посмотри на меня, ты вот не хотела бы, разве что, вот я вот был, я говорю, нет. Как? Я говорю, а давайте вот честно с вами, давайте, скажем, у вас семья вообще на каком месте? Точно не на первом, точно не на пятом, точно не на десятом, ну, может быть, на тридцать пятом, жена, ну, может быть, где-то на тридцать четвертом дети. Вы давайте честно в вашей жизни. Ну, это нужно понимать, жертвенность. Я говорю, поэтому, что я это понимаю, я не хочу такого счастья моим детям. Ну, правда, после того у меня Бог несколько раз как бы вот обличил, он показал, что, в общем-то, смысл не в том, верующий человек в каком поколении, а в том, как он относится к вере, насколько он живой. То есть, конечно, сейчас я уже таких слов не говорю. Вот. Но тогда как бы для нас тоже было бац, все. Значит, в нашей группе континенциальности нет. Но это не значит, что нужно как бы вот какие-то вещи в группе менять. Мы даже не удосудились, Миша, чтобы выяснять, кто, чего говорит. Это неблагодарный труд. Никогда расследованием не занимайтесь. Господь сам знает вообще, что делать с той или иной информацией. Мы понимаем, почему тогда ставился разговор с этим человеком. Он принял во внимание наши слова. И потом даже его жена подошла к этому и сказала, что он не знает, что он был бы разговор, но после разговора муж стал классный. Ну, может быть, для этого и надо было. Идем дальше. Еще один принцип успешности – это обратная связь. Ну, вот мы уже говорили о том, что резюме делать всегда надо. Чтобы человек что-то унес в группы, как вывод. Для этого делается резюме. Для этого делается обратная связь. Понял человек или не понял? Какое решение принял? Как он будет дальше действовать? Дальше обязательно должен быть такой принцип «Я». Что такое принцип «Я»? Говори только от своего лица. И пресекайте все разговоры, если вдруг найдут такие люди, которые будут. А вот знаете, а вот у дяди Пети у моего, он по-другому думает в его семье-то вообще не работает. Мы не знаем, что происходит в семье дяди Пети, тети Вали и так далее, и так далее. Вы говорите «Я». Вот у меня это работает вот так. Или не работает вообще никак? Вы не можете залезть в то, что там в той семье. Вы только видите внешний облик, что там на самом деле вы не видите. И что на самом деле человек, который говорит, что он счастлив, что на самом деле там у него вы не можете определить. Вы можете говорить только про себя. Пару, они живут в гражданском браке, мы такие прямо счастливые, такие счастливые. Мы не знаем, счастливы они или нет. Или это только маски на них. Мы не знаем, что происходит в сердце. Мы не знаем, как долго это будет длиться. чтобы мы можем цифрами мы можем говорить только фактами и говорит только себе пресекать если это пресекать не будете вашу будет больше похоже на сплетни начнутся сплетни про всех ну и когда люди обращаются друг с другом мы всегда говорим что должно быть такой я повествование то есть не ты вот это мне сказала вот поэтому сюда случился я тебя услышал вот то-то и то-то и поэтому не показалось тут этот конфликт решается гораздо проще ну и конечно доброжелательность то есть умение друг друга прощать тоже как понимать когда собираются люди и когда присутствует открытость и когда люди могут сильно друг другу сказать какие-то вещи да вот важно чтобы даже самые какие-то неприятные моменты вот иметь они тамулю в доброжелательности в умении прощать то что ты или вы покрываете все вот и уже понимаете вы группу свою часть какой-то момент нужно будет вам его оценить насколько выросла группа завела насколько вы успешны в проведении группы делать почаще конечно ну хотя бы раз там два три месяца вот хотя бы раз три четыре точно это нужно делать то есть каждый человек который приходит к вам на группу был ли он человеком который воспринимал все то что говорится на группе и пропускал летом через себя то здесь написано умение каждого члена группа быть внешним и внутренним наблюдателем то что происходил он применял это к себе или нет он пропускал это через себя понимал вообще что происходит или он был просто сторонним наблюдателем дальше вот второй тоже такой критерий взаимодействие группе рассматривается как основной источник обучения и поиска выхода из проблем но смотрите когда мы проводили группу по емеле или по курочке ляма каждый называл свое мнение а тут сколько мнений правда вот взаимодействие были прямо противоположные мнения но это было здорово или же действительно до сих пор в группе все-таки идет монолог и используется мне не только одного человека мне не только одного теолога мне не только одного специалиста если человек по-прежнему такой региден восприятие мира в общем то если таких большинство ну вот смотрите где на чем нужно работать следующее оказывать ли помощь друг другу в том чтобы научиться видеть себя и участникам группы и участников своих групп своей группы не искажённо в реальном свете потому что понимаете все люди ну как-то немножко играют и и много играют вот мир у нас была одна женщина она пришла и на знаете всех против себя настроил потому что чуть что она говорила об обрега против дается какой-то пустулат как этому пускаем вопрос людям не отвечает нет это неправильно это ты так сейчас просто рисуешься на самом деле у тебя тогда как а у меня вот не скажу то есть практически она пришла вот такой вот роли и зрелой ролью там монополиста но знаете но потом из этой бабы не против получился такой классный исследователь у него исследовательский пытливый ум и он опустил его немножко не в то русло и исследовать глубину вопроса это же здорово и скажи что вообще отношение к ней переменилось после ее дня рождения на пригласил всю группу себе на день рождения и в душе как она принесла на группу большой торт и приглашала к себе но я помню что она начала показал себя как хозяйки почему это вдруг ее хозяйские навыки сработали так что группа увидели не женщин который не просто хорошо готовит насчет классному если это интересно и как тут интересно порой очень неожиданно какие-то вещи могут вообще сработать в группе вы даже сами удивились раз и что-то сработало совершенно потрясающая женщина развитие способности отличать противостояние с любовью как возможность к самостоятельному обучению от агрессивной враждебности ну здесь очень важно понимать что мне не могут отличаться друг от друга членов группы но не должно быть знаете такой агрессии в навязывании своего мнения другому если оно отличное от него особенно это важно соблюдать если вы оказываете люди разных конфессий мало того что с этим вот просто действительно в нашей группе было такое всегда что нам приходили несколько человек скажем из нашей церкви были несколько человек православных были люди которые как только приближались но интересно все удивлялись как так получается что никогда вот эти вражденности не возникает и мы понимаем что группа выросла что она просто саму враждебность ну будем так говорить вытесняет вообще как как возможность возникновения в группе но это было конечно не сразу в начале были какие-то такие моменты но потом все любой человек с любым мировоззрением понимаете он как-то входил в группу без враждебности группа зрелая она готова принять любого и готова любом человеке видеть личность развитие способности отличать выражение эмоций и чувств от личностных оскорблений но здесь таких очень два важных момента во первых научиться это отличать а во вторых самому контролировать свои эмоции если вдруг тебе что-то не нравится группа тоже может этому научить и как правило лучше учиться в группе чем один на один с кем-то да конечно и и дальше шестой момент умение принимать сильные слабые стороны окружающих понимать мотивы поведения другого человека терпимо относиться к другим умение разводить в разные стороны понятия греха который ненавидит господь и личность которую господь любит но ты уже говоришь нам очень нравится притчи вообще этот уровень наглядно образного мышления мы считаем вообще это плацдармом для того чтобы включить людей мысли один человек пришел к мудрецу этого человека очень волновал вопрос о том что такое ад и что такое рай мудрец взял вошедшего за руку и молча повел темными переулками во дворец через железные врата они вошли в большой зал народа там было видимо-невидимо бедные богаты в лохмотьев и деяния и украшены золотыми камнями и без них посредине стоял стол на огне и на нем был огромный котел которым кипел суп отварив шел приятный запах по всему залу вокруг котла толпились люди с палыми щеками глубоко впавшими глазами каждый старался получить свою порцию супа спутник мудреца поразился когда мы что у каждого из этих людей в руках огромная ложка величиной с него самого и только лишь на самом конце черенка этих огромных ложек маленькая деревянная ручка остальная часть ложки содержимое которое могло насытить любого человека была железной и нестерпимо горячей с жадностью голодные люди тыкали своими ложками в котле каждый хотел получить свою долю но никому это не получалось потому что одни с трудом еле-еле вытаскивали ложки из супа но так они были слишком длинные то не могли на них достаться ртом сильнейшие не могли отправить их в рот самые ретивые обжигали руки и лицо охваченные жадностью обливались ухом плечи соседей с руганью набрасывались друг на друга и дрались теми же ложками которые которые могли бы утолить их голод мудрец взял своего спутника за руку и сказал вот это ад покинули зал и пошли дальше после долгих стараний по темным переулкам они вошли в другой зал здесь тоже было много людей среди зала тоже стоял котел с кипящим супом у каждого было по такой же громадной ложки в руке но люди были упитаны в зале только лишь слышались тихие дружелюбные голоса и звуки окунаемых ложек люди подходили парами один окунал ложку кормил другого а если же ложка оказалась слишком тяжелый то другая пара помогала вытащить эту ложку и суп и каждый мог спокойно есть как только насыщался один его место занимал другой мудрец сказал своему спутнику а вот это понятно что теологически может быть притчи где-то не выдержал мы сейчас не говорим не теологии мы говорим о том вообще наша группа с вами будет напоминать первый зал или второй если первый зал то это в общем-то напоминает отношения далеко не вот не райские да и отношения которые конечно не стимулируют людей расти в любви и заботе только о друге и так как же теперь провести оценку того как прошла встреча после каждой группы вот мы с мишей все время садились и вот надо это занимал пять минут знаете как-то иногда достаточно длительное время оценить достаточно ли я познакомился с материалом чтобы чувствовать себя свободно во время дискуссии и действительно иногда мы понимали что вот тут мы не совсем были готовы вроде бы готовились нужно еще пару справочников где-то достать и мы знали что всплывет имя вот этого человека мы вот его труды даже не удосужились потерять хотя бы взглянуть хотя мы предполагали что этот вопрос возникло то есть вот как какие-то вещи нужно будет прояснять все ли принимали участие в дискуссии или это было только лишь лекция или разговор двух-трех человек остальные все сидели и слушали были наши в глазах неумными то есть это тоже в общем-то такой звоночек придерживались ли вы темы основной идеи которые решили разобраться на этом занятии то есть к чему вы стремились то есть в любом случае когда вы берете какое-то местописание вот ним готовить вы понимаете вот оно то что в общем то действительно бог здесь идей вот она основная идея бог который видит в этих стихах не уходили куда-то в сторону обсуждения потому что мы говорим что в любом случае мы обладаем ассоциативным мышлением и когда будем разбирать вот эту идею у людей возник ассоциации мы были способны как ведущей группы вот эти ассоциации возвращать вот сюда в это лон потому что они отсюда возникли или модель ахаться точных другим от других к третьим и в результате вообще уходили другую сторону то есть будьте готовы к тому что будут вопросы возникать но помните что они возникли неспроста это какие-то ассоциации человека вывели вашей задачи эти ассоциации построить в тем в рамках темы понимаете то есть это конечно для этого нужно учиться это в общем опять опыт опыт и опыт часто ли я обобщал то что говорится ну слишком часто здесь тоже нельзя обобщать то есть резюме подводится 2 ну максимум три раза за группу основной в самом конце и несколько таких вот пускай вопрос то есть как я понял из того что сейчас задал вопрос многие отвечают имели ввиду вот это вот это и вот это то есть вот эти основные идеи данного стиха это не обязательно после каждого вопроса и это не после каждого вопроса делается дальше достаточно и мы обсудили как можно применить изучение нашей то есть было ли применение или мы только копались вот в анализе того что происходит почему эти апостолы столько вдвоем подошли что там у них происходило в древнем вот этом вот израиле что там были за трава за традиции какие были принципы и забыли это применить к себе своей жизни то есть практически мы проигнорировали вот тут самый славится применение да и принцип словесно логично логического мышления потому что если мы вот то что было написано писание применяем себе все это мы людей учим мыслить на логическом уровне мы с вами даже стремится к тому чтобы люди мыслили логикой они какими-то чужими высказываниями дальше внимательно я слушал всех выступающих потому что часто возникает желание такое воскресенье не я не это имел ввиду стоп-стоп вы вообще в дуру суром отклоняйтесь выслушать и верните если ассоцией увеличен это далеко но знаете интересно что группа часто сама возвращает находится такая зрелая личность аналитик который сам этого же вернет он до него дойдет знаете он вроде бы говорит о себе а вернет того вот ну сама группа начинает работать вообще потрясающе следовали для плану занятия мы не имеем ввиду здесь план молитва пение чай пить и обсуждение интерпретация то есть что там такое вообще происходило что имелось ввиду и применение описать все три пункта и мы приводили пример что происходит если вдруг упустили обзор если кажется ну зачем казалось бы примитив еще раз своими словами пересказывать надо потому что вполне возможно что присутствует человек который какой-то причине вдруг именно сегодня опустился на уровень наглядно действия мышления какой-то уж происходит устал человек чтобы помочь ему включиться в работу группы да нужно взять на обзор сделать достигнули встречи поставленной цели а цель наша всегда одна научить мыслить и честное отношение чтобы мыслить честных отношений ну и последний вовремя я закончил это очень важно и чтобы оценить себя почаще возвращайтесь вот помните тому тесту незаконченные предложения и оцените себя как ведущего группа уже по этим предложения и темы которых я боялся касаться темы которые наоборот я себя чувствую слишком уютно и пытался больше времени в этом провести с тем не приятнее говорить кто мне был неприятен был тяжело с ним общаться а этого я вообще игнорирую вспоминайте за то что понравилась лекция вдохновились услышанным поддержите нас молитвой и финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv семинарии точка ком и знаете что у вас будет три западнее может их больше но могут поняли что вот эти три самые действенные во первых вы начнете себя сравнивать с другими начнете группу а вот телепа вы приводили такой что они будут так было они справились а я не справился но помните вы никогда не будете телевым никогда не будете били и вы будете лучше просто потому что вы не телевым и уже поэтому вы лучше важно понимать вы будете это делать все по-своему это будет самое лучшее в вашем варианте для вашей группы то есть вот это вот важно как быть для себя понимать еще одно такое маленькое интересное отступление можно сделать здесь не тянуть на себя одеяло основное правило человеческого общежития который предполагает гармонию это по этому правилу всегда жил прекрасный актер сергей филиппов со мной легко потому что я не амбициозный хороший исполнитель говорил евгений симонова блестящая актриса и и коллеги всегда подтверждают эти слова я легкий сказал михаил пуговкин потому что всегда играл вторые роли представляете человек всегда играл вторые роли причем на согласитесь насколько эти были яркие роли правда настолько яркие что совсем недавно ему выдали циркуляр малых планет где записано что 20 июня 1977 года планета под номером 4516 находящийся между марсом и юпитером теперь носит имя михаил пуговкин актер признал что эта новость была неожиданной потому что чтобы утвердить звание каждой планеты необходимо согласие 16 государств представляете 16 государств и последнее слово остается за америкой так вот за этого актера который играет только вторые роли проголосовали все единогласно умение жить так чтобы играя вторые роли оставаться личности не тянуть одеяло на себя а помогает другим расти вот наверно в этом исключается наш с вами задача здесь давайте первый роли оставлять за христом его первую а наш с вами вы здесь теми на что мы поставлены вот вот и все это первое значит то первое заподнять сравнивать себя с другими не надо вот если такой в голову придет понимаете что это мысли я не слышал а совершенно из другого источника следующее вторая западня упадок духа сегодня никто не пришел или пришел 1 2 3 мы думали что на наше семинар идет шоковчик толпа а пришло вот два три или не получилось дискуссии такой какой бы вы ожидали ну да были отдельные ответы следующий раз будьте готовьтесь готовьтесь лучше следующий раз вовлекается лучше людей я не советую захотел а может быть просто сегодня вот именно так должно все пройти знаете надо вот нам кажется что все было неудачно слушая нишу проповедь думал ну не то ну вот ну знаете как обычно слушает сразу список недостатка но интересно что подходят люди или говорят сегодня это открылась тут как хочется вот но просто понимать что да мы все несовершенно но не надо падать духу не надо потом будет лучше а сегодня было так как должно было быть вот и на сегодня понимаете особенно если мы это делаем с молитвой вот значит точно все прошло как должно быть следующее наступление раз мне ничего не получилось тогда я ничего и не буду делать но помните что бог обязательно вашу верность вознаградит но может быть такой иллюстрации удачные удачные вопроса сейчас как мы пришли вообще в это служение наверное проходили вообще через все западни в свое время дело в том что когда я пришла к богу девяносто втором году миша в девяносто третьем году и как только вот он стал верующим тут же узнать тут же стал что с нашей церкви стали ходить там люди один-то третий вопросы такие шоу-шоу тихонечко вот сами приглашать на пусть и нас в гости ну как бы на чай мы приходим понимаем что было как консультации беседы и мы понимаем что надо что-то это организовывать я говорю миш может быть там как с тобой заняться семьями потому что на работе такой не ведется людям смотрим это надо мы с тобой вроде бы как бы новички а оказывается наш опыт людям помогает ну не будешь говорить тебе сейчас приятно сидеть на скамье в церкви на тебя все любят и переводчика всеми любимые наденька надюша а теперь представить мы занялись семейным служением ты выходишь на кафедру там вместе со мной да и мы говорим о сексе как можно говорить о семье не говоря сексе а в то время это вообще был забросы люди продолжают их там приходите вы тут я говорю между значит и был прав когда сказал надо что-то с этим делать давай начнем он велика теперь теперь уже мишка не подходит на это правда была права давай начнем я говорю да начнем то ты когда бог пришел три месяца назад что будет слушать ты собираешь учить этих диаконов пасты верующих седьмом пятом поколении семинаре и вообще не спалкинг и потом мать и произошел то что бог лишил нас на 5 или 6 дней мы вообще не спали на чей работа и все сил хватает люди приходят разговоры мисси телефоны звонки ночь наступает на низ ложимся спать смотрим в потолок знаете вы не спим мы прочитали библию что если какая-то болезнь положите руки и болезнь идет помолитесь над нами чтобы уснули а то ненормально в чем дело но мы ему рассказывать ситуацию я проще сделаю берет значит расписание в церкви и говорит смотрите следующий четверг у нас свободен все я в воскресенье объявляю что будет семейная группа вы же не знаете пришли у нас не материалов еще нет мы спать хотим это сейчас масса материала в девяносто эти надо вообще ничего как младенцы то есть каждый полчаса просыпались и интересно что где-то уже в девяносто восьмом году мы были в этом городе далеко от самаре это подошла бабушка говорит выйти самые телеповые вымаленные оказывается в первый раз видим вообще даже не знаем городе будет на не всеми вымаленные и оказалось в третьем году в сентябре все произошло в сентябре в сентябре к нашей молитвенице в нашей церкви дошли с ночь и сказал пожалуйста молитесь потому что посвященную группу молитвенную цепочку молитву и всех кого знаете по россии потому что нам нужен человек а лучше пара которые занялись семейным служить и вот сентября шла эта молитва сначала пришла мысль нет я отмела потом миша сказал понимаете понимаете нормально все таки выберите но интересно что мы все так думали почему именно нас нормальный вообще понимаете что вообще вы в таком виде просто что существует это вообще вне всякой логики против всех наших устой такие вот такие вот такие вот мы тоже думали ну правда вот почему господь ими нас на это поставил избрал у нас нам и однажды один проповедник служитель церкви священнослужили так сказала потому что не обольщайтесь что вы там такие все из себя умные образование получились писали там кандидаты наук защитили диссертацию нет просто когда возникнут это потребность семейных служителей пошла молитва пошла молитва господь отвечая на молитву избрал пару достойнейшие люди они благословенные почти святые но они отказались у них другие были дела тогда он избрал менее достойных но тоже достойно тоже таких достойных более-менее более достойных чем вы но и они отказались ну тогда что осталось а вы согласны вы знаете ну по-моему совершенно замечательное объяснение для всех нас с вами ну кто здесь подняв руку может сказать я достоин быть душпопечительным там служите ну я думаю никто из нас этого не скажет правда но раз господь нас надел поставил поэтому если не вы то кто это сделает понимаете поэтому кто пойдет для нас сказал господь пророку исаи если не так тоже если набор дал это сердце это служение поэтому не надо ни на кого равняться не сравнивать себя ни с кем упадок духа будет его дом стоял на берегу огромного океана и он любил прибегать к берегу играть с морской звездой эта звезда прибывала сюда в одно и то же время в одно и то же место и мальчик с ней играл они дружили но однажды в океане поднялся страшный шторм небо и землю как будто перевернуло и разбитал разбушевавшимся волнами утром проснувшись мальчик конечно же первым делом побежал к океану по всему берегу лежали задыхаясь фемера от прямых солнечных лучей морские звезды их было очень много сотни тысяч и десятки тысяч мальчик посмотрел в воду туда где обычно была его любимая звезда но там никого не было ничего не было тогда он посмотрел на берег наверное звезда его лежит где-то здесь на берегу среди вот этих умирающих звезд он немного подумал и тогда бросился собирать морские звезды одну за другой и бросать их море он бросал их волны не останавливаясь не отдыхая подходили люди и стали смеяться над мальчиком и говорили что ты делаешь глупыш ты что думаешь ты их всех спасешь мальчик остановился посмотрел на них и сказал знаете вот среди этих звезд находится моя любимая звезда и может быть среди тех кого я спасу окажется она но даже если это и не так я что-то изменю в жизни каждый и спасенные звезды люди задумывались посмотрели на мальчика на его маленькие руки а потом взяли звезды и стали бросать их море и каждый из этих людей подумал и я что-то изменил в жизни каждой спасенной звезды может быть нам будет казаться что знаете то что мы делаем лишено смысла но разве можно и вроде никаких плодов нет совсем вот эти вот остальные нуждающиеся столько людей которые не хотят слышать но если я с вами один хотя бы кто хочет слышать все это та самая звезда которую вы спасли тем что вы здесь нахуй ищите нас поисковых системах по запросу телесеминария а